Итак, чуваки, здорово! Решил выпустить небольшое видео по горячим, так сказать, следам, событиям. Взломали GTA 5, уже выпущенный первый кряк. Насколько я прочитал, сейчас пока что это всё, знаете, как не очень проверенная информация. Дело в том, что GTA весит очень много, и чтобы проверить кряк, нужно скачать все торренты, естественно, они переполнены, да? Скорость скачки маленькая. Я раньше, когда бывал, качал, знаю, когда новую игру выкидывают, прямо вот только-только все начинают качать, и зачастую так бывает, что там 3-4 часа она может стоять и не качаться. И потом ещё бывает так, 97% скачал, а вот 3% не может скачать, потому что там один лич или сид, я забыл, там сид это кто имеет не полную часть, а лич, кто имеет, кажется, все, ну, весь, всю загрузку, короче. Вот, ты можешь части скачивать у других, но если у него нет полной части, то ты обращаешься только там к личам, ну, или к сидам, к личам, кажись. Ну, вот, ну, короче, много весит, да? Ну, по идее, кряк, я не знаю, его отдельно выпустили, дело в том, что я зашёл на сайт Skidrow Crack, там где-то выкладывается, это Skidrow взломали, ещё ломают Али, или кто там, китайцы, кажись, Али, что ли. Вот, и там вот, я посмотрел на главной странице, там 60 гигов, то есть, весь, то есть, я так понял, там нет отдельного кряка, ну, чтобы там 10 мегабайт закинул, да, потому что уже многие скачали, ты 10 мегабайт, как бы, закидываешь, и... и всё, играешь, да, а там именно, вот я посмотрел, 60 с половиной гигов, вот, и на торрентах, видимо, то же самое, вот, таким образом, также я прочитал информацию, опять же, она ещё не 100% проверена, это вот всё горячее, да, я только вот до компа добрался, скажем так, и мне кинули, мне вообще кинули, что онлайн так взломали, что даже в онлайн можно уходить баг, но я спросил, вроде, вроде так нельзя, написали, но говорю, сейчас ещё информация не улеглась, потому что первый торрент, сказали, 3 часа назад только, выложили, да, ещё даже люди не успели как бы скачать и проверить, что там, как она идёт, не идёт, вот, по информации, идёт только на семёрках, на семёрках только взломано, вот, в принципе, и у большинства на самом деле так и есть, семёрки меньше сейчас уже ни у кого нет, даже я, то есть на семёрку хрен знает, когда перешёл, хотя я на XP долго сидел, вот, на восьмёрках-то не так уже много у кого, у меня вот нет восьмёрки, может, ну, даже и ставить нет смысла, поэтому пусть сосут чуваки с восьмёркой, но их не так, я думаю, много, большинство всё-таки на семёрках сидит, сейчас будут проверять, да, как бы, как стабильность, может, там будет вылетать, как обычно, всякие проблемы, сразу говорю, если у вас вдруг работать не будет, проверяйте, чтобы мои документы были на английском, проверяйте, вот, это даже на официальной версии, у меня-то официальная версия, как бы такая хуйня есть, что если у тебя мои документы на русском написаны, как обычно, если ты там русского пользователя завёл, к примеру, да, то она даже официальной версии не работает, не то чтобы крякнутая, вот, поэтому, вообще, сразу небольшую, да, я аналитику на этот момент запилю, что, если бы, конечно, я был разработчиком, и, тем более, таким, типа Rockstar Games, да, я бы такой сайт, как Skid Row Crack, я бы его просто там засудил, нахуй, да, к хуям просто, а если бы даже не удалось засудить, ну, вдруг они там, может, они в какой-нибудь Новой Зеландии зарегистрированы, или ещё что-то, в Гваделупе, Лупе, то просто бот-атаку бы, как бы, делал, да, на них, постоянно, и сайт бы просто лежал, вот, насколько я знаю, также ещё вот эти сча торренты, многие, они удаляются, то есть, рутрекер, он сотрудничает с правообладателями, и он зачастую многие торренты удаляет, то есть, кино, какие-то игры, там не всё есть, мягко говоря, вот, я с вами слежу, но знаю просто эту тему, да, как бы, вот, и вот даже откинули мне новость, что, типа, с рутрекера удаляют, а вот на рутторге, к примеру, типа, есть, да, ну, я бы, конечно, как бы, если бы был бы такой крупной фирмой, то, конечно, бы к хуям это всё прикрыл, честно скажу, да, как бы, вот, я, конечно, понимаю, да, я так сказал, что же это от тех денег не стоит, да, такое есть, ну, тут такая всё равно тема, да, как бы, всё равно люди делали, как-то им хотя бы, ну, хотя бы, ну, не две тысячи, ну, блядь, ну, 500 рублей, да, уж 300 сейчас за кризис, это совсем мало, но 500 рублей, вот, 500 рублей сделали норм, ну, или 800, ну, это уже 800, то есть, понимаете, да, мою тему, как бы, вот, дальше ещё такой момент, чё-то хотел сказать, но забыл, да, с руторгами, про то, что банить надо все эти, блядь, торренты ебучие, нахуй, к хуям, короче, ща вспомню, блядь, вот, досудил бы, и в пизду бы закрыл к хуям, и при этом даже непонятно, почему рутрекер, он, почему-то на него то ли наехали, да, ФСБ или чё-то, потому что он так жёстко сотрудничает, рутрекер, а вот тот же рутворк, вот с хуяли, этот руторг я в своё время, когда бывал, качал раньше давно, да, я его даже не знал, он, по-моему, без регистрации, что там можно качать, в то время его ещё особо не было, там, в то время были основными, это там, русторка, я вот больше всего любил, хе-хе, рутрекер, но рутрекер уже тогда давно ещё начал уже хуёво, начали закрывать, русторка, вот, я не знаю, как там, ещё другие были, забыл такие, блядь, зелёный какой-то ещё был, но, ну, главным было русторка, в общем-то, на самом деле, рутрек, он, блядь, я вообще не поймал, поглядывал, да, интерфейс, какой-то древний сайт совершенно, хуй знает, вот, ну, может, нравится, не знаю, там и комментов немного, то есть, на русторке там всегда много комментов было, да, то есть, там, когда новинка выходит, там 30 страниц комментов, там хитрые жиды, да, владельцы сайта сделали так, что на странице всего лишь можно по 15-20 постов, даже по 15, а можно даже по 10, из-за этого много страниц, чтобы ты кликал, и реклама шла, потому что русторка, русторка, с точки зрения рекламы, это обоссанный сайт, потому что там автозапуск рекламы есть, то есть, во-первых, там звук, ты жмешь страницу, и там звук сразу, флеш, звук, это так бесит, пизда, короче, я Adblock как-то поставил потом, все-таки, но что-то там неправильно потом его настроил, он вообще, блядь, запретил, что-то загрузку, что-то не помню, блядь, вот, и без Adblock, там вообще пизда, плюс открывается, ты на странице щелкаешь, у тебя сразу папа по окну открывается, то есть, это пиздец, нахуй, вот, то есть, сайт, с точки зрения рекламы, это просто ебаный пиздец, поэтому русторка, конечно, я там особо рекламы, такой вот навязчивый не видел, может поэтому, но зато на русторке, говорят, там всегда было по 30, там, страниц комментов, или по 50, это причем, что там много релизов было, и на каждом там 50 страниц, а, блядь, на каком-нибудь друторге, вот я сейчас пару ссылок проверил, там, я еще не помню, там по 8 комментов, блядь, к теме, или я там не кликнул страницу, но там интерфейс такой какой-то ебанутый, поэтому, непонятно, вот, поэтому, вот как-то так, да, а, вот, вот, вспомнил, что я хочу сказать, что Rockstar, конечно, на русские торренты не может влиять, почему, объясню, они даже не сделали русскую озвучку, понимаете, чуваки не сделали русскую озвучку, если у тебя мои документы на русском, то игра не идет, блядь, и как они после этого будут требовать, там, закрытия русских торрентов, да, по факту они не выпустили игру для России, если нет русской озвучки, значит, нет игры для России, это не игра для России, она вообще, я не понимаю, как ее у нас продают, Роспотребнадзоры всякие, они по логике должны, то есть, продукт, вспомните, да, кто чуть-чуть знает, это даже по телеку, я-то еще телек давно не смотрю, но раньше даже помню, и такие темы мусолили, что продукт, да, когда тут покупаешь продукт какой-то, в России, да, он должен обязательно иметь все надписи, все на русском языке, обязательно состав, к примеру, если это пищевая еда, обязательно на русском все должно, там, углеводы, всякие, блядь, генетически измененные хуйня, все обязательно, но я уверен, что это должно быть вообще для всех продуктов, продукты должны быть сертифицированы, вот, ну, жита, понятно, что там, кстати, да, я статью так увидел, правда, я только заголовок видел, не читал, что там сказали, что уголовок, сколько там уголовных статей в жита, то есть, там, если по нашему охуенно классному уголовному кодексу пройтись, то там какая-нибудь педофилия, еще что-нибудь, да, там, я не читал эту статью, я просто заголовок видел, но, как бы, то есть, игра, по факту, она, скорее всего, не сертифицирована, ни хуя, то есть, она не отвечает никаким этим, я-то не против, да, единственное, что вот лично меня, как бы, ебет, да, скажем так, это то, что нет русского языка, и это, я считаю, очень, конечно, да, я скажу, это будет неправильно запретить эту игру, что на ней нет русского языка, да, это неправильно, но, блядь, у нас законы такие, в России, сами знаете, нахуй, взяли реэкспорт из Белоруссии, запретили, к примеру, или, блядь, в Казахстане, там, что-то с ними поссорились, начали там запрещать, сразу же нашли добавки, там, Рошен, там, это, Петрушенко владеет, блядь, сразу же там все нашли, понимаете, блядь, у нас такая страна, это ебанить просто, нахуй, никакой логики, вот, поэтому, именно в данном случае, конечно, Rockstar, именно вот на территории России, запрещать торренты, мне кажется, она такого не имеет морального права, да, потому что они не сделали русского перевода, вот, но на территории западной, да, вот этот, Skidrow Crackside, будь я владельцем Rockstar, я бы его, нахуй, уничтожил, просто к хуям, блядь, я говорю, либо засудил, либо ботнет какой-нибудь, все, блядь, пизду, блядь, нахуй, поэтому такие чуваки, как, такая вот херня, да, как бы, торренты, это, как бы, пиратщина, все дела, короче, не рекомендую никому, да, как бы, вот, я только для ознакомления, бывало, скачивал, я ознакомился с игрой, да, вам мнение скажу, то есть, если ты поиграл в игру 10 минут, и она тебе не понравилась, это как демка, то есть, за 10 минут ты не должен, и не обязан, ну, не то, что по законам, но вот так вот, да, ты не должен 1000 или 2000 рублей платить, если ты, ну, если игра гавная, это как демка, да, то есть, вот, для ознакомления, такая вот есть формулировка, вот, как бы, вот, и большинство игр, там, все практически, я говорил, моя позиция, да, в том, что если мне игра понравилась, я ее приобретаю, ну, или мне ее фаны дарят, то есть, ну, как бы, официальную версию, вот, я вот так вот считаю, то есть, для ознакомления, там, да, ну, как бы, вообще, то есть, ну, тут тоже такая фигня, да, согласись, что в каком-нибудь мухосранске зарплата, там, 5000 рублей, отдавать 2000, целый месяц пахать на урановых рудниках, и отдать 2000 рублей, при этом еще надо на еду, там, на всякую остальную хуйню, у тебя там 300 рублей, блядь, останется, а игра стоит 2000 рублей, ну, понятно, да, чуваки, такая хуйня тоже есть, ну, блядь, я говорю, это ценообразование должно быть правильным, Россию нужно на регионы разбить, то есть, в Москве пусть будет 2000 стоит, в Петербурге 1500 стоит, ну, как бы, я, да, я сказал, что вообще, жита там 800 рублей должна стоить в Москве, вот, а в какой-нибудь глубинке, ебаной, эта игра должна 300 рублей стоить, то есть, вот, надо вот так вот по регионам разбить страну, и все, и там будет все справедливо, то есть, чувак там, у него зарплата маленькая, и у него и игра стоит дешево, а регион пока что один, Россия, то есть, в России дешевле стоит игра, да, чем в мире, да, но это один регион, а внутри России, только в Москве могут все за 2000 позволить школьники, мажорные, блядь, такие школьники, которые 2000 рублей потерят столько, вот, а уже где-то в глубинке 2000 рублей, это просто год надо копить, понимаете, ну, вот такое мнение, чуваки, давайте пока.